Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Некоторое время я работала в фирме, достаточно узкая нища, в которой десяток крупных организаций, не по количеству людей, а в плане влияния. Так-то они все маленькие и много частников. Творческо-техническая специальность. Я ушла, устроила другое место, другая нища. Однако, так как специалистом была хорошая, вдруг пролетает заказ от фирмы, частично конкурентная предыдущих, просят не просто выполнить заказ, но и обучить их технологии, чтобы они могли делать хорошо сами. Передо мной встал этический вопрос. Формально у меня не было какого-то договора или договоренности с предыдущим начальством, что я не иду работать с конкурентом. Но я знаю, что иногда такой пункт прописывается в договорах. У нас его не было. Но чисто по-человечески меня напрягает момент. Отношения с предыдущим начальством были хорошие, но в последний момент перед уходом что-то пошло не так. Но усталости не очень мягко поговорили с начальником. Формально все ок, но осадок остался у обоих. Наверное. Это только усугубляет мое напряжение. Я не могу на обратном и сказать, мол, смотри, мне дают заказ, ты в целом хорошо относишься. Не могу, потому что мы с ним не общаемся сейчас. Контакт с моим конкурентом, кстати, дал сотрудник моего прошлого места работы. Такая сфера, что там и конкурируют, и дружат. Как это не парадоксально. Подскажите, как я должна поступить в плане этики? Сделать заказ это одно. Обучить конкурентов, это уже дать им преимущества на рынке. Речь не о формальном подходе. Формально я никому ничего не должна, я могу работать с кем хочу. Речь о человеческом факторе и этике. Спасибо заранее за все рекомендации. Ну, если говорить непосредственно про вопрос, то вы его как бы не задаете. То есть вы просите совет, как я должна поступить. Психолог не может давать советов. Это нарушение профессиональной этики, кстати говоря. Поэтому я бы сказал, что именно совет вам дать мы не можем. Это первое. Второе. Если вы внимательно перечитаете свой текст, вы увидите, что сами ответили на этот вопрос. Вы говорите, такая сфера, там и конкурируют, и дружат. То есть, для вашей сферы нормально дружить и конкурировать. Нормально помогать и в то же время нет. Разве это не ответит на ваш вопрос? Дальше. Вы сами чувствуете сопротивление против того, чтобы обучить технологии конкурентов. И мне кажется, что именно этот момент, то, что вы чувствуете сопротивление, является самым важным. Потому что именно сопротивление означает, что вы идете против природы своей. и не обязательно этого делать. Ну, то есть. Зачем вам идти против себя? Зачем вам идти против ну, против того, что вам не близко. Например. Да? То есть, как бы, ну, для чего вам это делать? Понимаете, да? Об этом и речь. Собственно, то есть, ну, вы не хотите. Так зачем, если вы шипаете, что, ну, что для вас это не подходит, то зачем тогда, понимаете, да. Поэтому я, честно говоря, думаю, что вы себе, вы сами себе по ряду причин не доверяете и если что-то является по-настоящему проблемой, то именно вот это, то, что вы не доверяете к себе. Понимаете, да. Поэтому, ну, как бы, если что-то вам может… Ну, подсказать специалист и куда-то вас направить, грубо говоря, то это как раз вот в сторону того, чтобы начать себе доверять. Как бы, ну, не хочу, не делаю. Не нравится, ну, не нравится мне что-то. Ну, не занимаюсь этим. И всё. Понимаете, понимаете, да. А так вы сами, так вот сами, ну, сами себя, как мне кажется, с… зажимаете в угол, ну, вот таким, таким обходом, вот. понимаете, да, в всём… в всём… ну, всём… в всём штука. Вот я думаю, какой-то такой ответ вам можно дать. Я бы еще сказал, что вы как-будто чувствуете вину перед перед своим начальником, вот, такое, по крайней мере, у меня ощущение возникло. Если это так, то лучше с этим поработать. Либо начальнику позвонить и этот момент как-то вот проговорить. Или вам самой с помощью психолога это сделать. Это не так тоже сложно. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!